Вы смотрите программу «Система взглядов» и мы продолжаем разговор с концептуальным аналитиком профессором Виктором Ефимовым. Здравствуйте, Виктор Алексеевич. Добрый день. Виктор Алексеевич, мы подошли к завершающей теме и, наверное, самой глобальной. Ну, это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Вы часто говорите о том вреде, который наносит человечество природе, нашей планеты своей деятельностью. Вот давайте попробуем посмотреть на все это более широко. Если мы слегка приподнимемся в своем понимании над привычными стереотипами, то можно, в принципе, сказать, что планета Земля – это тоже живой организм. Ну, просто, может быть, как бы нам пока не совсем ясна такая форма жизни, и мы какие-то вещи не признаем. То есть наука не может так сказать, что планета – это живой организм. Такого же у нас нет в науке, правильно? Но хорошо. Тем не менее, планета Земля все-таки сочетает в себе взаимообусловленность и взаимозависимость процессов, протекающих как в органике, так и в неорганике, ну или вот минеральная жизнь, если можно так выразиться. Это, в принципе, удивительно, но вполне обыкновенно. Все живое имеет свойство угасать. Сменялись периоды, эры, эпохи, происходили изменения, значит, в атмосфере планеты. На смену одной жизни приходила другая. Одни виды вытесняли других, то есть все время одни умирали, другие появлялись. Ну, после этих рассуждений я вам вопрос задам. Вопрос заключается в том, разумно ли предполагать, что мы всего лишь какие-то промежуточные виды, живущие в свое время, отведенные нам Творцом, способные остановить или изменить ход глобального эволюционного процесса планеты. Ведь все имеет смысл. И все предопределено. Технократический прогресс, гонка вооружений, загрязнение атмосферы и все-все остальное прочее. С вашей точки зрения допустимо, что все это вполне естественно, и планета просто перейдет в новый период. Естественным путем по изначальному замыслу Творца. Я не соглашусь с таким подходом, что основная идея Творца сводилась к тому, чтобы создать такие существа, которые потом сами бы себя уничтожили. Мне представляется, что Бог – это любовь, и самое главное, чего недостает, может быть, нынешней цивилизации, это вера Богу, это вера в Его справедливость, в Его любовь, что Он формировал этот проект земного шара, нашей цивилизации, как проект добра, как проект реализации Царствия Божия на земле. И когда мы говорим о том, что вот все, что сегодня происходит, оно так и запланировано Богом, то я с этим не могу согласиться. К сожалению, вот то, о чем вы говорили, рассуждая об этом как о естественных процессах, это все-таки является атрибутом порочной библейской концепции управления. Дело в том, что процесс глобализации и развития человечества объективен, но характер глобализации, он определяется нравственностью глобализаторов. И на мой взгляд, проблема сегодня планеты и проблема всего человечества, она связана с безнравственностью нынешних глобализаторов. И поэтому мы и говорим об иной концепции управления и о концепции, вызревшей в недрах русской цивилизации, которая, в общем-то, живет всегда под флагами добра, справедливости, и она верит, что можно построить Царствие Божие на земле, в отличие от западной цивилизации, в отличие от восточной даже цивилизации, там у них свои подходы. Запад не верит в жизнь по-божески на земле, говорит, это все на небесах, а здесь подставь вторую щеку, если по первой получил. Восток говорит, жизнь несовершенна, ну сядь под елку и медитируй, тебе будет хорошо. И только русская цивилизация, а это и есть базовые вот такие три цивилизационные общности, верит в то, что можно жить на земле по-божески. Поэтому действительно тот проект глобализации, который реализуется в последние четыре тысячи лет, он ввиду его ущербности стратегической ведет дело к краху человечества, как биовида. Но я убежден, что в целом этот проект свыше, он был организован во имя совершенствования и развития высшего разума, потому что мы смотрим на человека, как на наместника Бога на земле, а душа, как частичка Бога, находящаяся у нас, это и есть, если угодно, инструмент саморазвития высшего разума. Ведь у высшего разума нет иных возможностей развиваться, как через наши души. И именно эта задача сегодня стоит перед человечеством. Осмыслить вот эту глобальную задачу и обеспечить вот развитие, если угодно, глобального вселенского интеллекта, развитие божественного разума, потому что его развитие идет через развитие душ человеческих, потому что душа, когда уходит из тела, она становится элементом Бога. И, в общем-то, человек, если мы действительно реально понимаем правильно свою миссию, это триединство тела, дух и душа. Есть душа та, которая пришла к нам и вселена от предыдущих воплощений, а есть та душа, которая порождается человеком за время жизни. Вот тот дух, который поддерживает нашу жизнь, который является связующим звеном между телом и душой, он к концу жизни формируется в новую душу. Земной шар – это, если угодно, такой парничок для подращивания душ человеческих во имя обустройства вот того фрагмента Вселенной, которая закоплена, если угодно, за земным шаром. Вот наш взгляд на происходящее. И если этого не понимать, тогда, конечно, жить червями и, значит, в грязи – это вполне нормально. Но мы смотрим на человека как на творение Бога, на человека как на существо, на которое возложена глобальная миссия, еще раз повторюсь, быть наместником Бога на Земле. И вот если с такими мерками подойти к миссии человека, то тогда мы поймем как раз свою ответственность за действительно живой и очень сложный организм по имени космический корабль, корабль по имени земной шар. Но это реально сконструированный космический корабль. Сегодня это только ленивому непонятно. Но вы удалитесь хотя бы на миллиончик километров и взгляните вокруг себя. Это безжизненное пространство, где человек не может просуществовать даже секунду. И вдруг вы видите, летит какая-то песчинка, приближайтесь, Боже, Атам. Так вот, это безусловно проект. И мы ответственны за то, чтобы этот космический корабль уцелел. Он не для того создан, чтобы мы его раздербанили и уничтожили. Вот что нужно понимать, глядя на Землю, как действительно на единый и слаженный организм. А Земля – это не только то, что мы видим, земная поверхность. Я, например, убежден в справедливости теории нашей группы сосновоборских концептуальных специалистов, которые понимают, что внутри земного шара есть термоядерный реактор, который порождает все полезные ископаемые, металлы и все остальное. Они не откуда-то доставлялись. Они порождаются термоядерным реактором, расположенным в центре земного шара. Отсюда и температура, отсюда и вулканы, и многое другое. И вот этот уникальнейший проект, когда Бог его формировал, ему казалось, что он настолько совершенен, что вот эти люди, наделенные разумом, ну поймут это и начнут его развивать. Ведь здесь все создано только для человека. Вот что бы вы ни нашли, любое растение, любое животное, оно создано для человека, как наместника Бога на земле. А мы природу растираем в порошок. А ведь я вам напомню даже гениального нашего русского ученого Ломоносова, который сказал, природа – это в некотором смысле Евангелие Бога, благовествующее громко его силу и величие. Хотите понять замысел Творца? Понаблюдайте за природой. Там творится то, до чего человечеству еще предстоит дойти через сотни и тысячи лет. Нет таких технологий у человека, которые реализованы в природе. И не случайно наш президент говорит сегодня о необходимости развития природоподобных технологий. Вот, собственно, сохранить земной шар, развить и приумножить тот гениальный проект, который был разработан Богом – это и есть миссия человека на земле. Ну, а что касается вопросов о жизни и смерти, это действительно базовый вопрос. И когда Кант называл три базовых вопроса, то он как раз говорил о том, будет ли жизнь после смерти. Так вот, мы с вами должны понимать, что действительно процесс жизни и процесс смерти – это абсолютно естественный процесс, но это процесс перевоплощения. Он должен идти сам по себе естественным путем, а не искусственным, когда себе подобные уничтожают других. Вовсе не та смерть предусмотрена в божественном проекте. А вот если говорить о естественном процессе, то это просто идет обычное перевоплощение, потому что бессмысленно отождествлять себя вот с этой телесной оболочкой. Когда я говорю «я», то я говорю о том, что мне на некоторое время эта оболочка дана. Но потом я из этой оболочки выйду, и передо мной будут стоять совершенно другие задачи. И эти задачи будут зависеть от того, как я прошел этот земной путь. Поэтому земной путь – это лишь небольшая практика в нашем длинном земном пути. И чем дальше вы смотрите вперед, тем более серьезные задачи вам будут поручены после перевоплощения. Жить же вот так, видя себя в конце просто исчезающим, это нелепость. Это не тот вариант, который имеет какой-то божественный смысл, божественное предназначение. В любом случае, будем надеяться на лучшее. Большое спасибо, Виктор Алексеевич, что стали гостем нашей программы. Для нас это большая честь. Всегда будем рады видеть вас у нас в гостях. До свидания. Спасибо вам за приглашение к поистине серьезным, концептуально значимым беседам. Мне было очень приятно. Всего вам доброго. Вы смотрели программу «Система взглядов». Не забывайте также смотреть и другие наши проекты. Это программа «Разговор о политике» с Анной Замараевой и программа «ИМХО». Я Сергей Иванов. Всего вам доброго.